Влияние интернета на современный русский литературный язык Мы говорим сегодня о том, что интернет полностью вошел в нашу жизнь Интернет — это технологическая революция И, как любая революция, оказывает серьезное воздействие на всю систему русского литературного языка Дело в том, что интернет диктует свои правила написания слов, написания каких-то комментариев Использование русского языка в интернет-пространстве В первую очередь изменением подвергается наша пунктуация Посмотрим на наше письмо в интернете Мы все общаемся в социальных сетях Мы используем смс Мы пытаемся писать комментарии И что мы видим? Мы все меньше и меньше используем такие знаки припинания, как точка с запятой Мы практически перестали использовать кавычки Мы практически запутались, когда писать слово с большой буквы И все чаще эти слова пишем с маленькой буквы То есть пунктуационная система меняется на наших глазах На конгрессе русского языка Маприал в Гранаде, в Испании Один из уважаемых московских профессоров призвал отказаться от запятой Поскольку ее неудобно набирать в наших гаджетах И он предложил оставить только точку Точку как точку и точку вместо запятой Таких предложений достаточно много Я проводил опрос со своими магистрами И они тоже подтвердили точку зрения на то, что не надо использовать все знаки припинания в своем общении Потому что это утяжеляет и усложняет общение Они говорят, что, например, точка это слишком жесткий знак И они иногда принципиально отказываются от точки И очень часто пренебрегают знаками припинания Утешая себя тем, что они ведь умеют писать грамотно И когда нужно, они пишут грамотно Но на самом деле можно ли отказываться от знаков припинания Даже в таком быстром интернет-общении Как, например, общение с помощью смс-ок, мессенджеров и так далее Все-таки нет, потому что знаки припинания Они выполняют функцию и смыслоразличительную Вспомним, казнить нельзя помиловать, где ставится запятая И от этого меняется смысл фразы И регулятивную функцию То есть это как знаки дорожного движения Если мы откажемся от знаков припинания Мы, конечно, перестанем понимать друг друга Но помимо редукции, то есть упрощения пунктуации Мы можем наблюдать и ее усложнение Мы можем говорить о том, что некоторые знаки пунктуации Сегодня в интернет-общении выполняют транспозиционную функцию А берут на себя функцию других знаков Например, скобка В скобках раньше всегда мы писали, заключали попутные замечания Это так называемые вставные конструкции Но еще Набоков в одном из своих эссе Он писал о том, что скобка очень интересный знак И считается, что он один из первых предложил ее использовать как улыбочку, как смайлик И посмотрите, действительно, сегодня скобки используются как смайлики В этой же функции используются двоеточие, которые оттеняют эти смайлики У нас как знаки припинания используются эмотиконы Сегодня вместо точки очень часто в конце ставят веселые смайлики Или любимую картинку из набора эмотиконов Таким образом, эмотиконы тоже включаются как знаки припинания И используются в нашем интернет-общении Еще интересный способ использования новой, как я ее называю, новой грамотности в интернете Это разные новые способы словообразования Допустим, мы все помним сказку «Мальчик с пальчик» И это слово писалось по оказиональной, то есть случайной словообразовательной модели в русском языке Через два дефиса Сегодня этот способ словообразования мы используем в нашем интернет-общении Мы объединяем слова в целые предложения с помощью дефисов То, чего раньше в русском языке не было Сегодня мы используем этот оказиональный, то есть случайный способ словообразования в нашем интернет-общении Например, человек дефис с дефис улицы Или девушка дефис, живущая дефис в дефис сети То есть мы складываем слова в словосочетания с помощью дефисов Еще один новый способ словообразования в интернет-коммуникации Это склеивание в слов Если мы посмотрим на хэштеги, которые используются сегодня в интернет-общении Мы увидим, что все они пишутся слитно То есть слова соединяются без каких-либо дефисов в единое слово Но знак решетки, то есть знак хэштега позволяет прочитать эти слова и понять их смысл Поэтому это тоже новый способ словообразования И что неудивительно, из интернета он переходит сегодня и в нашу обычную речь Например, если мы смотрим телевизор, то в конце бегущая строка может назвать тему телепередачи С помощью хэштега и как раз нового способа словообразования Для современной интернет-коммуникации свойственно в целом сокращение слов Очень много аббревиатур Мы видим взрыв аббревиатур в интернет-общении Например, МЧ, молодой человек Или мы видим сокращение слова спасибо только с помощью согласных Обрывки слов встречаем Например, моя подруга написала «Ты слишком добра ко мне, но мне это нра» То есть я понимаю, что это нравится И все это может привести к тому, что мы будем так писать и за пределами интернет-коммуникации Мне хочется сказать о том, что интернет — это цивилизационное наше достижение А есть еще культура Наши предки старались сберечь культуру и бережно донести ее к нам Мы находим до сих пор глиняные дощечки, берестяные грамоты Сегодня мы видим, что книжная культура сменяется экранной Но это все равно должна быть культура Дорогие школьники, сегодня от вас зависит судьба нашего русского литературного языка Говорите правильно, пишите правильно, в том числе и на просторах интернета Редактор субтитров А.Семкин